итак мы продолжаем изучать перке вот сегодня у нас уже мишна 10 10 мишна и значит подпишитесь обязательно на канал воикра поставьте галочки подпишитесь на все мои каналы которые у меня есть психологически тоже важно это тренинговая компания с каком пентусеевича в ютюбе и вообще на все сети мои подпишитесь потому что у меня в каждой сети идет разный полезный контент именно полезный по разным сферам человек должен гармонично развиваться и поэтому конечно и обязательно нужно делиться этим контентом с теми людьми которые для вас важны потому что если вы что-то знаете они нет то тогда у вас с ним не о чем поговорить поэтому важно что вы развиваетесь и помогайте другим людям развиваться тоже теперь сказал сказал шмая в автальон киблю мэм следующая мишна это следующая пара мудрецов передачи традиции устной торы это были шмая автальон написано что они были деревьев они были геры при принявшие иудаизм они были из потомков санхирива это который разрушил был ассирист и по моему царь которая разрушил он что санхирив он ничего не разрушил он нападал на израиль и вся его армия сто восемьдесят тысяч человек погибла погибла под под иерусалима во время осады иерусалима от эпидемии и его потом это было именно в песах то есть было явное чудо как они погибли и его потомки они поняли что наверное все таки есть бог у народа израиля и надо как-то с налаживать отношения вот шмая и автальон стали приняли иудаизм и стали самые великие мудрецы в народе израиля что интересно то есть в корона написано корона мудреца тора доступна всем то есть есть царский род это царь давид есть коины священники это из потом теорона а быть самым великим мудрецом тора в еврейском народе может каждый то есть даже если он вообще не был евреем потому что ценится здесь именно мудрость тора то есть тот кому бог дал тот и тот и главный или тот кто получил тот кто сильно хотел в общем они вдвоем стали главами еврейского народа шмая был носи это как царь автальон он был глава глава раввинского суда и сказали они следующие вещи значит начали шмая что он говорил он говорил так в этом лоха люби работу говорил шмая ой 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 это млаха люби работу у сна это рабанут и ненавидь величие рабанут это величие быть травом до таким нора в этом большой величие ненавидь величие вот сейчас в альте твадали решут и не становись известным властям властям это те кто правители за счет дает три совета три совета по простому млаха это это вот есть 39 видов лохот запрещенный в шаббат это вид деятельности который изменяет мир лоха это работа так что люди обычно любят люди не любят работу люди любят что результаты работы большинство людей ненавидят свою работу работают на каких-то чтобы там ну просто чтобы было что кушать да и не любят то что делают большую часть жизни они мучаются поет получается и получив результаты этого мучения они эти результаты тут же тратят на развлечения на там ну чтобы отвлечься от своей горькой жизни да на алкоголь может быть и все шмая нам сказал нужно любить малаху нужно любить сам процесс работы мало этого есть вот комментарий он говорит что даже если у человека есть деньги ему не надо работать ради денег он должен работать и должен любить работы то есть без работы написано чек лиомали его человек рожден для работы то есть бог человека в этот мир поставил для того чтобы человек работал все знать на чем работать это другой вопрос конечно важно лучше всего заниматься любимым делом но это все равно должно быть работа то есть что такое работа от звонка до звонка значит то есть ты должен это делать. И он говорит, люби то, что ты должен делать. Это первый его был совет. Теперь дальше. Он говорит, усна это рабанут и ненавидь величия. Почему ненавидеть величия? Люди стремятся к величию. То есть люди стремятся, все, каждый человек на своем месте. Это как одна из потребностей. Есть пирамида Маслова, да? Человек стремится вначале обеспечить свой быт. Потом он стремится присоединиться к какой-то группе людей. Он не хочет быть один. А потом он стремится в этой группе людей стать самым большим. Это его естественная как потребность. И говорит Шмая ненавидь рабанут. Почему ненавидит рабанут? В Талмуде написано, что даже не в Талмуде, есть в Каэлите, например, такая фраза, что все время, когда человек властвует над человеком, это лирало, это ему на зло идет. Тому, кто властвует. Известно, что Йосеф Йосефа Цадик, он был Цадик, он был из братьев, можно сказать, один из самых праведных. Он был царем в Египте. Вот, премьер-министром, да? Он умер раньше, чем все остальные братья. То есть, в то время, когда ты властвуешь над другими людьми, идет тебе во зло, потому что кто-то тебе завидует, кто-то тебя ненавидит, кого-то ты обидел, кто-то... Плюс у тебя заботы. Если ты честно делаешь свою работу, что ты над людьми, то ты волнуешься за результаты, ты должен следить, кто как что сделает. То есть, это головня-головня. Люди стремятся к тому, чтобы быть впереди, не понимая, что что это сокращает жизнь. И... Поэтому Шмай нам сказал, сна это рабануть, ненавидь рабануть. Значит, есть здесь еще такое объяснение. Не говори... Это Роми Бертонура пишет. Не говори, что я большой человек. Да? То есть, не говори, я большой человек, а иди работай. Иди работай, говорит он. Иди на рынок, занимайся самой такой простой работой. И не говори, что типа это мнение... Ну... Влое фигово, да? Очень много людей мучаются, приезжают, например, в Израиль, еще куда-то. О, типа, тут я был великий, а там я кто? Никто. Да? Так он говорит, если вы не Шмай его послушали, сна это рабануть, ты должен ненавидеть рабануть. То есть, лучше быть человеком, простым, простым человеком. Почему лучше? Возникает тогда вопрос, да? То есть... Опять же, смотрите, у человека есть его как бы программы по умолчанию, установки по умолчанию. Установка по умолчанию это кого? Стремиться к кого-то почету. Теперь установка по умолчанию есть все, что ты видишь, все, что тебе нравится. Установка по умолчанию размножаться со всеми объектами размножения, которые находятся в округе. Но Тора нам говорит, что для того, чтобы стать человеком, именно человеком в его самом, ну, высшем понимании. Нужно преодолеть все вот эти вот естественные стремления, да? Инстинктивные, животные стремления. И тогда ты выходишь выше на уровень, да? То есть, ты становишься человек близкий к Богу. Когда ты становишься человек близкий к Богу, к Богу, что это тебе дает? Это тебе дает тогда ощущение счастья здесь и счастья там. Потому что, в принципе, люди стремятся к рабануту, к величию, чтобы почувствовать себя лучше, не понимая, что они почувствуют себя хуже. То есть, у них есть это стремление, которое их тянет, и они надеются, вот я стану величием, буду чувствовать себя лучше. А Тора нам говорит, на это рабанут. То есть, ты подумай, ты стань, если ты будешь к этому стремиться, а, вот тут смотрите, как интересно получается. Тора нам дает здесь очень практический совет, Шмая. Он дает совет, как выключить у себя вот это стремление естественное к рабануту. То есть, внутри есть стремление, что я, когда буду над ними властвовать, над людьми, я буду более счастливый. И даже если я логикой понимаю, что это не надо, это неправильно, а стремление-то есть, а он говорит, ненавидь, он не говорит там, не стремись к рабануту, или там, не хоти рабануть, потому что это невозможно. Он говорит, включи у себя противоположную силу, как лист бумаги, когда его надо исправить, он был в этом положении, а ты его берешь, перегибаешь в другое положение, и тогда он сможет выпрямиться. Так поэтому, он говорит, прям такое сильное слово, ненавидь, сне, это рабанут. Почему? Потому что, если я начинаю не просто понимать, что мне это не надо, если я понимаю, что мне это не надо, а у меня есть стремление, что я это хочу, то я все равно буду делать, или буду страдать от того, что я не делаю, чуть-чуть. Теперь Шмай нам говорит, ненавидь, рабанут, то есть ты посмотри вокруг, посмотри на всех этих, был Янукович, например, да, президентом, и тем он был, президентом, да, он царь был, он у него просто был, у царей такого нету, как Межигория, как он себе построил, дворцы, там вообще все, ночью убегал на вертолетах, его ненавидит сейчас вся страна, что он украл деньги, сын погиб, все время боится, в розыск его дадут, не дадут, отдадут его под суд, не отдадут его под суд, то есть был Каддафи, например, да, царь, был Саддам Хусейн, царь, был этот самый Бен Ладен, там царь вообще, да, все, нету никого, то есть все, кто стремились к рабануту, к величию, все, нету их, нету, некоторые даже сидят в тюрьме, в Израиле, главный раб Израиля, если бы он, он же учил, первые, вот, был, Йона Медзер, сидит в тюрьме сейчас, сидит в тюрьме, главный раб Израиля, если бы он эту Мишну повторял, именно, наверняка он ее знал, но он не включил в себя, ненавид рабанут, он был раб Раши Израиля, сидит в тюрьме, президент Израиля, сидит в тюрьме, премьер-министр Израиля, сидит в тюрьме, посмотрите, то есть, вот Мишна, почитайте Мишну, Снея, это рабанут, но нормальный человек, он думает, хочу быть все равно президентом, хочу, буду, не могу, хочу, не могу, так нам Шмайя сказал, Снея, ненавид рабанут, вальтит вода лерешут, значит, не становись известным властям, власти, у них, значит, как устроена, ну, жизнь на земле, есть человек стремится вначале к деньгам, к богатству, он хочет обеспечить свою жизнь, что было, что кушать, было где жить, есть у него деньги, хорошо, нет денег, он все время остается в этом стремлении, что ему не хватает, потом, допустим, он научился зарабатывать, бог ему дал деньги, у него есть деньги, появляется избыток денег, он думает, так, надо обеспечить себе будущее, надо их куда-то вложить, вложил куда-то деньги, значит, все, он уже спокоен, он думает, все, надо теперь, с кем я буду общаться, почему меня не уважают, мне надо теперь, самую дорогую машину, я должен быть на всех там показах мод, в первом ряду, он начинает покупать себе, звание Чая Года куплю, значит, все же звания продаются, он покупает себе звание Чая Года, и, значит, ну, более-менее, почет какой-то он себе заработал, потом он думает, чем дальше заниматься, уже есть почет, власть, власть, потому что, я еду на самом красивом Бентли, тут милиция, перед, перегораживает мне дорогу, и проезжает мимо на Мерседесе, с мигалками, кто-то там, какой-то мэр города, да, или там, из правительства, все, я должен идти на выборы, он берет там деньги заработанные, и вкладывает их в свою компанию, хочет попасть во власть, хочет стать, потом он стал во власти, а во власти, там у них есть своя каста, которые, ну, как бы, исполнительная власть, да, которые прокуроры, там, вот эти все службы безопасности, и так далее, и они, они, как бы, у них есть власть человека, посадить в тюрьму, у них есть власть человека забрать, налоговая, например, да, оп, значит, вызывают его, а ну-ка, отчитайся, где ты взял деньги, все, и он, так мы понимаем, что они сильнее, чем он, так, потом власть, это, она, подтягивает к себе, люди, которые хотят, хотят, получать государственные законы, заказы и так далее, они начинают идти к власти, вот интересно, есть в Украине, называется это совет, там, совет официальных религий, при, при там, правительстве, причем там, признанные, их там есть, каких-то, вот, организации, есть, там, из 16, по-моему, членов, это официальные, все религиозные направления, а все остальные неофициальные, и все остальные неофициальные, все, и все стремятся туда попасть, в этот совет, а те, которые уже там внутри, никого не пустят, все, но, но они, с одной стороны, они в таком привилегированном положении, а с другой стороны, они все время на поводке, то есть, их вызывают, правительство, и говорят, так, значит, у нас политика правительства, сейчас такая, поэтому, все раввины должны, там, раввины, священники выйти, и сказать, что мы поддерживаем, понятно, я помню, было очень интересно, когда, главный раф России, раф Берлазар, он, он, ну, президент России, ему сказал, что надо, мне, мне надо с тобой встретиться, поговорить в субботу, и он пешком шел через всю Москву в субботу, потому что ему назначили прийти в субботу, значит, должен прийти в субботу, а в субботу ничего нельзя делать, и он там, потом ему сказали, приехать было какое-то официальное празднование, там, где-то в, он у него самолет не летел, и он летел в пятницу, он положил еще в камеру, нет, вот, я это хотел рассказать, да, что они летели, где-то было в каком-то, ему сказали, надо быть, официальное мероприятие государства, но он приехал, а это было в пятницу, ему говорят, мы тебе дадим реактивный самолет, вернем тебя, самолет ему дали, но там что-то было, погода закрыта, не закрыта, и он прилетел, прямо это было в пятницу, уже перед шабатом, и он шел пешком из аэропорта, там, ну, уже началась суббота, он не мог ехать, там, в 10 или 15, в общем, он к 3 часам ночи дошел только до дома, потому что, и нельзя отказаться, так сказал, Шмайя нам более двух, около двух тысяч лет назад, сказал нам конкретно 3 вещи, уэй в этом лоха, люби работу, то есть, если ты любишь процесс, то это самое главное в жизни, потому что ты занимаешься процессом большую часть времени, результаты, они приходят, это спортсмен, он тренируется год, чтобы получить медаль, но получение медали, это миг, год, это работа, он говорит, люби процесс, уэй в этом лоха, усне это рабанут, и ненавидь величия, потому что, как только ты выходишь на вид, то у тебя сразу начинается зависеть и так далее, то есть, это очень все опасно, да, он сразу предупредил, и чтобы тебе это внутри, именно у себя убрать, это запрограммированное стремление к почету, нужно именно ненавидеть этот почет, то есть, нужно вызвать у себя к нему отвращение, вальтит, вадали, решут, и не становись известным властям, потому что дальше у нас будет объяснение, что они приближают человека, только для своей пользы, дальше нам будет одна смешная, это объяснит, что власти приближают, только когда им человек нужен, но потом, когда он им не нужен, выбрасывают на мусорку, то есть, и никогда за него не впишутся, как, сейчас есть много примеров, люди, которые там, например, он был министр, да, министр там налогов и сборов, например, вот в Украине, а потом его отдают под суд, и никто вообще за него не вписался, никто не это, то есть, когда он был министр, все прямо, даже вчера был разговор, что один из этих людей говорит, да, правильно, вот, мол, значит, я когда-то хотел с ним встретиться, так, так, что он со мной не хотел встречаться, а сейчас, говорит, я могу с ним встретиться, но я не хочу встречаться, я говорю, смотри, а чем ты от него отличаешься? Ничем, то есть, он когда был у власти, конечно, он понимал, зачем все хотят с ним встречаться, а сейчас, когда он не у власти, у него проблемы, так ты не хочешь с ним, ты наоборот, ты сейчас с ним встретишься, когда ему плохо, и когда ему потом, если будет хорошо, так он тебя вспомнит, а не так, как, может быть, не может быть, но если ты хочешь человека, только когда он на высоте, а потом ты его не хочешь, и ты на него обижаешься, а чем он со мной встречаться не хочет, так ты такой же, как он, потому что ты тоже сейчас с ним встречаться не хочешь, понимаешь, в общем, вот именно вчера у нас был на эту тему разговор, значит, еще раз, есть три понятных, простых вещи, сказал нам Шмай, мудрый человек, он сказал так, ой, в этом лоха, люби работу, усны это рабануть, ненавидь, рабануть, вальтит вода ли решут, и не становись известным властям, все, тот, кто так делает, у того не будет недостатка ни в чем, это самый правильный подход к жизни, и без ротажем, чтобы мы в нем стояли, все.